Уважаемые телезрители! 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 Мы лечили ковидных больных. Это были приспособленные, переоснащенные, перепрофилированные клиники. Сегодня они все работают на выписку. Госпитализация больных там прекращена. И после того, как выпишем последних больных, там произойдет дезинфекция, они перейдут к выполнению своих основных функций. И это позволило нашим врачам, сегодня врачам мобильных бригад и врачам скорой помощи, конкретно всего 4 адреса по городу Ташкенту. Это клиника Института вирусологии, клиника Института инфекционных болезней, это клиника Ташкентской медицинской академии и клиника скорой неотложной помощи. И, как я уже говорил, это Зангета. Вот только эти адреса. И для беременных и рожениц, которые заражены ковидом, оснащены два родильных комплекса. Третий и седьмой родильные комплексы. Этой же комиссией были разработаны стандарты лечения, уже наши стандарты лечения на своем опыте. Стандарты лечения, если раньше больные на дому лечились кто как мог, кто через интернет, кто через телеграм, кто по совету уже переболевших, и протоколы были кто во что гораст, то сегодня есть конкретные стандарты лечения, разработанные, утвержденные для легкой и бессимптомной, для лечения на дому, для лечения в условиях диагностического распределителя центра, это средней тяжести больные с кислородной поддержкой, и для стационара, и четвертую группу, это для тяжелых и крайне тяжелых больных, которые находятся в реанимационных отделениях. То есть это временные рекомендации, последние версии пересмотрены. Организованы в городе Ташкенте при всех семейных поликлиниках, их 75, мобильные бригады, они оснащены соответствующим транспортом, они оснащены сумкой с комплектом утвержденных препаратов, и самое главное, там есть термометр, тонометр, фондоскоп, пульсоксиметр и перечень лекарств. И кроме этого, еще организованы для того, чтобы не было смещения потоков больных с ковидом и без, организованы в городе Ташкенте специальные ковидные поликлиники на базе городских районных физиатрических диспансеров и межрайонные ковидные. Они оснащены соответствующим грамотным персоналом, цифровым рентгеном, ПЦР-диагностикой. И там идет первичная сортировка больных, кому лечиться дома, кому в распределительный центр, а кому в стационар. И я думаю, вот эти все принимаемые меры, они дадут, естественно, свой результат. И если мы на начальных этапах старались немножко сгущать краски, чтобы призывать народ к тому, чтобы боялись этой инфекции, чтобы соблюдали правила карантина, чтобы носили маски, чтобы соблюдали дистанцию, соблюдали гиенические требования, то сегодня мы наоборот уже говорим, повода для волнения нет, повода для паники нет, ситуация под контролем, достаточное количество койко-мест есть, специалисты есть, оборудование есть, запас лекарств есть, то есть нет повода для волнения. Продолжая тему, хочу сказать, что сегодня созданы 896 мобильных бригад при семейных поликлиниках, свыше 10 специализированных ковид-поликлиник. Эти поликлиники, эти бригады занимаются именно какими вопросами? То есть это сортировка больных, то есть те пациенты, которые обращаются с температурой, бессимптомным течением, с легким течением. Как они должны дальше себя вести? Если им нужно попасть в стационар, то каким путем, куда они должны обратиться? Вот всеми этими вопросами занимаются на сегодняшний день семейные поликлиники. И именно, возможно, из-за этого сегодня по республике на 0,9 раз упал вызов температурящих больных по 0,3. То есть это по республике составляет 5%. И мы движемся вперед в этом плане. Вот именно в этих цифрах мы можем проследить работу вот этих мобильных бригад, вот этих вот ковид-поликлиник и так далее. Чтобы не быть голословной, я бы хотела дать слово главному врачу 50-й семейной поликлиники Абдусатару и Шаире Кахрамановне. Шаире Кахрамановне, скажите, пожалуйста, вот как эта деятельность ведется в вашем ведении в той поликлинике, которым вы руководите? В нашей поликлинике создано 8 мобильных бригад. В состав мобильной бригады это врач общей практики, эпидемиолог и, конечно, медсестра. Это средний медперсонал. Мобильные бригады нужны для сортировки больного на дому, выявлять по тактикам введения больного, выявлять бессимптомных и легкого течения больных, чтобы они остались дома, дальнейшее лечение. И еще сортировать среднюю тяжесть больного и тяжелых. Сатурации менее 92 для того, чтобы госпитализировать или в сортировочные пункты, или в специализированные клиники. Еще мобильные бригады направляют больных среднюю тяжесть или легкой течения по динамике в ковид-поликлинике для консультации пульмонолога. То есть там определяется, куда ему дальше двигаться, правильно? Да, выявляют контактных. Еще они занимаются тем, чтобы профилактической цели, дальше противопедемические мероприятия, чтобы дальше контактов больных было очень мало. Для того, чтобы больной был самоизолирован, они дают нужную рекомендацию и тактику введения по нашим клиническим протоколам. Эти мобильные бригады, они насколько оснащены сегодня связью, чтобы оказывать должное внимание населению? Настоящий день в каждой поликлинике есть пункт колл-центр. Эти колл-центры оснащены телефоном, эти мобильными связями. Мобильные телефоны работают круглосуточно. Колл-центр нам выявляют на дому больных температурщик и дают нужные рекомендации. Еще колл-центр занимается тем, что если бессимптомный больной или больной с легкой течением ковида, остаются на дому для дальнейшего лечения, они делают день-два звонка, делают свои рекомендации и нужные советы. На прошедшей неделе были розданы 20 тысяч комплектов лекарств, которые раздаются населению, вернее, тем лицам, которые лечатся на дому, бесплатно. И эта функция тоже выполняется именно мобильной группой, мобильной бригадой. И вот в этом плане я бы хотела сказать, что если 20 тысяч комплектов роздано по республике, 6 тысяч из них были розданы среди населения города Ташкента. И вот мне бы хотелось очень узнать мнение главного врача 57-й семейной поликлиники Джамала Диновой и Роды Шавкатовны. Вот лично ваш опыт в этом плане, сколько комплектов было ростано, и мы знаем, что да, лекарства, те лекарства, которые имеются в этой аптечке, они вручаются в распоряжении пациента. Однако мы знаем, что их нельзя применять по своему усмотрению, и каждый случай, каждый препарат должен отдельно иметь свою характеристику для пациента. То есть как часто его принимать, с какой длительностью, перед едой, после еды, и в каких случаях это вообще нужно делать. Кроме того, мы знаем, что в этих комплектах есть не только противовирусные жаропонижающие препараты, которые влияют на иммунную систему, средства защиты, но там есть и препараты макролиды, очень серьезные антибиотики. То есть, естественно, раздавая этот пакет лекарств, ни в коем случае нельзя его отдать и на этом закончить свою миссию. Очень важно, естественно, подойти к каждому препарату отдельно и дать свои рекомендации. Вот в этом плане, пожалуйста, два слова. Добрый день. Конечно, уместный вопрос, потому что на сегодняшний день, когда мы начинаем говорить о препаратах, население, конечно, начинает требовать у нас эти препараты, но нужно заметить, что эти препараты мы не можем раздать каждому из населения, потому что, как вы знаете, у нас в случае регистрации они получают особый пакет препаратов, которые нуждаются в этих препаратах. В составе этой коробки существуют препараты противовирусные, жаропроднижающие, и также, как вы сейчас заметили, антибиотик макролиды. Но по мнению наших врачей, ученых, сейчас на данный момент мы должны раздавать эти препараты не только больным, так как сейчас на данный момент мы лечим больных в легкой степени, у кого первые признаки и нет никакой симптоматики. То есть больной может пожаловаться, что он был в эпидконтакте, что он был в контакте с больным, и мы можем с этим пациентом проконсультировать этого пациента с врачом, а только в этих случаях дать этот пакет препаратов и строгие рекомендации по этому препарату, так как сейчас новый пакет, который мы получили, в нем есть препарат плотвенил. Его, если правильно использовать, он очень хорошие эффекты дает. То есть если мы раздаем эти препараты, мы должны строго дать рекомендации. И вот эти рекомендации сейчас на данный момент нам помогает мобильная бригада. Если мы остановимся на беременных, если у беременной женщины нет отягощенного анамнеза соматического, мы можем эту женщину, эту беременную или рождественницу лечить дома. На данный момент у нас есть беременная, которая дома излечилась, ее состояние удовлетворительное, и она благополучно вылечилась дома. Еще один очень злободненный вопрос в повестке дня – это прием капельницы на дому. Вот прием лекарственных средств капельным методом, внутривенно, капельно, сегодня не рекомендуется не только пациентам с ковидной инфекцией, вообще никому. Это считается больничной процедурой под строгим наблюдением врача, потому что может иметь массу нежелательных эффектов. Но вот именно при коронавирусной инфекции мы видим, что это почему-то берет очень много оборотов, очень много назначений, причем пациенты сами себе назначают эти капельницы и принимают. Вот на примере 15-й семейной поликлиники, давайте послушаем, как ведутся в этом направлении дела в Алмазарском районе. Я предоставляю слово главврачу Маматкуловой Гульнозе от Ахаджановне. Здравствуйте. Как вы правильно отметили, большая часть нашего населения до сих пор считает, что внутривенные капельные инъекции на дому ускоряют лечение. На самом деле это не так. Эффективность лечения не зависит от сложности самого лечения. Каждое лечение должно быть основано на доказательной медицине. Применение лекарственных средств, особенно инъекционных препаратов, внутривенных инъекций, капельниц на дому имеет ряд неблагоприятных последствий. Во-первых, при применении инъекционных препаратов на дому сотрудникам не соблюдаются санитарные нормы и правила, которые обоснованы Министерством здравоохранения Республики Узбекистан. Во-вторых, любое лекарственное средство имеет свое побочное действие, а введя его внутривенно, капельным путем, это побочное действие можно ускорить, тем самым вызвав такие нежелательные последствия, как анафилактический шок, избавиться от которого или вылечить который в домашних условиях очень сложно, практически невозможно. И в-третьих, я бы хотела сказать, что при любой инфекции, при любом заболевании, коронавирусной этой инфекцией, либо пневмония, введение избыточной жидкости в организм приводит к грозным осложнениям. Особенно это касается осложнений на легких, то есть отек легких. Которые тоже в большинстве случаев приводят к летальным исходам. И поэтому я настоятельно, как специалист, настоятельно рекомендую не применять капельное введение, внутривенное введение препаратов на дому. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, помните, самостоятельный прием лекарственных средств на дому, в том числе и прием капельницы, то есть внутривенных манипуляций, строго-настрого воспрещается. Это в ваших интересах, это в целях сохранения вашего здоровья. Мы же завершаем свою передачу. Хотим сказать, что руководство страны делает все возможное, порой и невозможное, для того, чтобы преодолеть эту коронавирусную инфекцию. А с вашей требуется только одно – полностью соблюдать все меры карантина, соблюдать дистанцию, сидеть, оставаться дома, соблюдать дистанцию, оставаться дома. А мы же рядом с вами. 24 часа мы в вашем распоряжении. Будьте здоровы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова